пришлось ее отрывать убрали грязный баннер для того чтобы начать стелить гвл и потом плитку на пол но когда стрельнули уровнем оказалось что пол здесь неровный и получается перепад от одного конца до другого около двух с половиной сантиметров если ложить гвл ну то есть оставлять фанеру потом ложить гвл потом выравнивать этот укос клеем и потом плиткой то здесь получится порог наверное вообще около трех сантиметров и соответственно сюда не влезет дверь поэтому решили фанеру снять и гвл ложить прямо на доске чтобы уменьшить толщину всего этого пирога ну тут единственный момент неудобный фанер это уже под стеной получается вот здесь нужно выпиливать отпиливать вернее чтобы снять отрезали реноватором фанеру всю вот этот герой которая была на полу ванной и постелили гвл учился как раз даже ниже уровня зайду сюда вот так уровень ниже как раз слой клея плитки и все будет нормально здесь вот еще кусочек остался застелить и потом будет укладываться плиткой фанеру убрали здесь вот видно ребра под фанеру то их ну сильно большие чесал топором такие вот маленькие оставлял потому что она все равно скрывается а теперь под гвл то надо более-менее ровненько вот здесь то вообще вот такой барьер здесь здесь вот три места раз два три надо чувствовать за виду рубанок попробуем достаем рубаночек и тут у него есть еще мешок мешок чтобы сильно не летели опилки в разные стороны я здесь с мешком наверно буду так оставишь и работаешь что-то рубанком получается долго и нудно и громко были наверное я щас топором под чешу как и делал до этого готова старый добрый топор зарулил нормально начали укладывать плитку вот это лук нужен теплый пол то есть вот здесь перед раковины и сюда плитка укладывается потратили две коробки по моему взяли плитку с 3 коробки вот уже положили и и пришлось ее отрывать потому что она оказалась другого размера она меньше блин тень просто ты она меньше на три миллиметра примерно получается плитка та же самая покупали в леруа но как оказалось сейчас покажу где тут них вот здесь вот здесь вот надо смотреть у этой плитки тонн 50 а калибр 03 а две коробки вот этой плитки все тоже самое абсолютно только тонн 48 и калибр 00 по моему или как здесь какой до 00 а здесь 48 тонн а калибр 03 и пришлось нам ехать в леруа и покупать еще две коробки плитки чтобы она была одного размера вот с этой но потом две коробки мы отвезем сдадим сейчас я покажу ту которую привезли две коробки вот она и у нее вот тонн 48 калибр 03 так что когда будете плитку покупать обращайте внимание вот на такие нюансы я об этом не знал докупили две коробки плитки с нужными цифрами это как раз есть система выравнивания плитки пистолетом загоняется полы доделаны а в коридоре также убрали фанеру как везде и застелили гвл тоже под плитку уложили в прихожей теплый пол граница вот здесь потому что здесь будет стоять какая-то полка и начали вложить керамогранит пол в коридоре окончательно доделали ступенька все готово в маленьком туалете фанеру тоже сняли постелили покрытие под плитку начали плитку на положить по стоимости за данный этап это пол ванной туалете и коридоре могу сказать пока только стоимость материалов потому что за работу мы платили сразу за все я по итогу там каких-то роликов наверно общую сумму за работу скажу и так материалы керамогранит west 40 на 40 цвет коричневый почему-то хотя он серый сначала купили пять коробок по 2016 рублей это 10000 80 рублей потом еще две коробки по 2408 рублей это 4 816 лист гвл кнауф десятка 2 500 на 1200 размер 4 штуки по 850 рублей 3298 рублей бетон контакт 1 и 2 килограмма 150 рублей клей для плитки церези цем 14 25 25 килограммовые мешки три мешка по 860 рублей это две тысячи пятьсот восемьдесят и потом еще два мешка докупали это тысяча шестьсот тридцать четыре теплый пол электрический который смонтирован там в коридоре и ванной греющий кабель 21 метр две тысячи шестьсот пятьдесят рублей и греющий кабель 35 и 7 метра 3375 рублей три терморегулятора по 900 рублей 2700 и того за материалы вышло 31 тысяча пятьсот пятьдесят три рубля